Давайте, собираемся. Собираемся, молодой человек. Собираемся, собираемся. На просьбы чиновников сворачивать торговлю эти люди реагируют молча. Возразить нечего. Картофель, помидоры и капуста здесь продаются недорого, но без разрешительных документов и заключений санлаборатории. Документы, обвините. Собирайте. Возле парковки центрального рынка целый ряд продавцов-нелегалов. Общаться с журналистами отказываются. За них заступаются покупатели. Многие уверены, здесь перекупщиков нет. Я ищу именно вот эти рынки, потому что здесь дешевле. Здесь, получается, можно найти человека, конкретно выйти на человека, договориться с ним на поставки для домашнего молока. Я поговорила с бабулей и договариваюсь. Она мне приносит свое молочко. Неразбавленное, неразведенное. Чиновники объясняют, за качество такого товара никто не отвечает. Однако большинство покупателей это не пугает. Говорят, эти торговцы платят за возможность работать здесь. Раз спрашивал у них сколько, и мне разные люди говорили. То есть люди платят, а кому? Ну, конечно, 70 гривен платят. В сутки? Да. Нет, с машины торгуешь, 70 гривен. А кому они платят? Ну, кто-то здесь ходит и собирает. На самом центральном рынке достаточно площадок для торговли. Как оптом, так и в розницу, заверяет директор. Тем, кто продает выращенные на своем участке зелень, овощи и фрукты, на рынках предоставляют так называемые социальные павильоны. Плата за место здесь от 1 до 20 гривен. А для ветеранов и инвалидов и вовсе бесплатно. Мне устраивает базар, и то, что местовое, считается, что нормально, мне кажется, плата. Какое, какое местовое, сколько вы платите за? Ну, я же говорю, вот я заплатила 6 гривен. Люди, которые стоят возле метро, привыкли перехватывать покупателей прямо на ходу. Соответственно, перебивая, скажем так, торговлю людям, которые дисциплинированы, которые ежедневно торгуют, которые выполняют все правила ветеринарной проверки, санитарии. Через час после начала рейда по борьбе со стихийной торговлей продавцы уезжать не собираются. В администрации Ленинского района говорят, без содействия милиции их предупреждений надолго не хватает. Торговля с рук в неустановленных местах является административным правонарушением. Мы разъясняем это и также предлагаем переместиться на территорию рынка. В большинстве случаев мы разогнали, предупредили. В течение двух часов они снова есть. Штрафовать таких продавцов чиновники не имеют права. Говорят, все, что могут, это организовывать регулярные рейды и проводить разъяснительную работу. Анна Бравко, Дмитрий Герасимов, Медиагруппа «Объектив».